Уже больше года и трёх месяцев я не получаю от отца никаких вестей. Об этом заявил в интервью CBC Кюрдоглу Аскеров, сын находящегося в армянском плену Дельгама Аскерова. По его словам, Международный комитет Красного Креста не представляет ни писем, ни видеозаписей его отца. Я у них спрашиваю. Вы должны в месяц раз представлять письмо от отца, раз в три месяца – видео. Почему не привозите? Они каждый раз на словах мне отвечают, что якобы отец сам не хочет посылать ни писем, ни видео. Но я этому не верю. Это ложь. Не получающий писем от отца больше года Кюрдоглу Аскеров крайне обеспокоен. Его тревожит состояние здоровья Дельгама Аскерова. Молодой человек не верит в то, что отец не хочет писать ему письма. В норме ли его самочувствие? Может ли он ходить, сидеть, двигаться, говорить? Если Международный комитет Красного Креста хочет мне это доказать, пусть принесут мне хотя бы одноминутное видео моего отца. Я хочу лично от него услышать, что с его самочувствием нет никаких проблем. Сын Дельгама Аскерова также сообщил о том, что по данному вопросу направил обращение в Комиссию Европейского суда по правам человека. По его словам, если в ближайшее время он не получит письма, либо видеозаписи от отца, он направит обращение и в другие международные инстанции. Напомним, 11 июля 2014 года гражданин России Дельгама Аскеров и граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Гасан Гасанов отправились в оккупированный Армении Кельбаджарский район Азербайджана посетить могилы своих близких. В тот же день Дельгама Аскеров и Шахбаз Гулиев были захвачены в плен вооруженными силами Армении. Гасан Гасанов был зверски убит. Затем, в результате переговоров соответствующих органов с международными структурами, тело убитого посредством Международного комитета Красного Креста было возвращено в Азербайджан. Дельгама Аскеров и Шахбаз Гулиев же подверглись моральным и физическим пыткам. В оккупированном Нагорном Карабахе Армения и сепаратистский режим провели незаконный судебный процесс, в результате которого Дельгама Аскеров был приговорен к пожизненному заключению Шахбаз Гулиев к 22 годам лишения свободы. За освобождение двух кельбаджарцев из армянского плена Азербайджанское государство и правозащитники борются уже около пяти лет.